Приветствую всех! Вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова. И это проект не новости, что как бы намекает за статичными ведущими, в выглаженных пиджачках, складно читающими чужой текст. Это не к нам, вы уж простите. Наша задача рассказать о самом важном, а выводы делать вам. Сорунбай Джейнбеков все еще на свободе. Но вот просто такая сильная любовь. Или избирательная фемида. Или еще что. А меж тем, Омурбек Тикибаев интервью Супер ТВ дал и заявил, что 9 октября на площади больше половины собравшихся были люди Сорунбая Джейнбекова. Джейнбеков может лично быть лично. Сорунбай Джейнбеков, лично эзю маға айтты. Лично маға эзю айтты. Кудай деген кишин, там кетпесе. Кудай деген кишин, там кишин, там кишин, там кишин. Это не только он, он иromя. Барбайм, деді. Менің анменің сүйлі шпайм, деді. Анан ала идти. Сенің келбе дейм. Бабаның болса, атамбайыққа чүркап кетті. Менің не көлсім көрегіле? Мен сөзім дұққан депутаттарды дженеп, өзімді нүкәм. Асылбек менің анның досы зұлпы қарытын тіл қатын алып, құшылдайды, сессия өштіріп, бердейм. Берді. 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 Правда, звучит это только в анонсе интервью, а в полной версии уже нет, отмечает адвокат Замир Джоошев. По его мнению, следует допросить Джейнбекова. Данное обстоятельство наталкивает на подозрение, что беспорядки, в том числе покушения на Атамбаева, были организованы Солрунбаем Джейнбековым. Следовательно, возникает необходимость допросить по уголовному делу как у Мурбека Текибаева в качестве свидетеля, так и Солрунбая Джейнбекова. Для этого, конечно, генеральный прокурор должен добиться лишения статуса экс-президента у Джейнбекова. Или вот, вот что говорит о Мурбек Бабанов, о событиях того дня и Солрунбая Джейнбекове. У нас был мирный митинг по поводу провокации. Наверное, вы следующий вопрос зададите, да? Обязательно. Я вам могу сказать, 13-го числа, после 9-го числа, я встретился с Аданом Нургоревичем и Камчук Кадышаевичем у них в штабе. В этот же день я встретился с Урамбой Шариповичем вечером. Это была моя инициатива. Встреча была, там был Руслан Гадапаев, Мирлан Денчироев, а с Аданом Нургоревичем и Камчук Кадышаевичем мы с Русланом Гадапаевым были. И они сходу, когда увидели нас, они сходу сказали, ребята, это не мы, это провокаторы. Мы начали выяснять, кто. Это сразу меня на мысль натолкнуло. По-большому, допустим, они не были заинтересованы в столкновениях, и мы не заинтересованы в столкновениях, потому что после столкновения же, это понятно, кровь, кровь. Теперь я объясню, теперь я вам решение объясню, что это было бы, кровь прольется, правильно? Дальше будут последствия, там же люди могли умереть. Теперь, потом, когда мы пошли с Урамбой Шариповичем, он сказал, что их поддерживали мои люди, что вам надо было лучше со мной разговаривать. Омурбек Бабанов отметил, что в случае проведения непредвзятого расследования будут установлены все причастные. Возможно ли объективное расследование? Задается вопросом адвокат Замир Джовышев. Если провокаторами и участниками беспорядков были люди с Урамбой Аджейенбекова, значит, это было организовано им при содействии и практической поддержке должностных лиц правоохранительных органов. В МВД, ГКНБ и Генеральной прокуратуре до сих пор работают те должностные лица кадры Сурамбая Аджейенбекова. Некоторые даже после октябрьских событий поднялись по карьерной лестнице. По этим причинам в том числе на сегодня в рамках уголовного дела о беспорядках 9 октября обвиняются Фарид Ниязов и Канад Сарамбаев в роли организаторов. А на самом деле они были на стороне участников мирного митинга. Я вот даже ерничать не буду. Просто подожду, когда же наконец Джейенбекова допросит по событиям на площади. Ну, жену же Курсана Асанова допрашивали, да так, что ей плохо стало. А Сорунбай Аджейенбеков, я считаю, имеет прямое отношение к тем событиям, хотя бы потому, что он на тот момент занимал пост президента. Да и не только за это можно вызвать. Вот того же Кабадбека Буронова, бывшего премьер-министра, вызывали же на допрос по провальной подготовке к пандемии. А кем был поставлен Буронов Сорунбай Аджейенбековым? Кто самый главный был на тот момент, на момент первой волны коронавируса? Сорунбай Аджейенбеков. А между тем, согласно выводам межведкомиссии, в самый разгар первой волны отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами. Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии, заявила вице-премьер-министр Эльвира Суравалдиева. И пообещала, что скоро все обнародуют. В связи с задержкой необходимых документов и информации от отдельно государственных ведомств пришлось продлить работу межведомственной комиссии по изучению распределения помощи, поступившей в Кыргызстан в период пандемии коронавирусной инфекции до 15 января этого года. В составе комиссии медицинские эксперты, журналисты и представители различных сфер деятельности. Сегодня выслушали предварительные итоги. Разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч. Воровали ли гумпомощь? Да. А статистика на сегодня такова. 134 новых случая, выздоровели 152 человека, умерли 3 человека. И Первомайский район Усутбишкек отпустил того, кого признал виновным в мошенничестве. Ну, приговорил к 3 годам пробации. То есть он будет под наблюдением, следить за ним будут, чтобы больше такого не совершал. А совершил вот что. В июле в разгар первой волны ковида взял деньги у тех, чьи родные были в тяжелом состоянии. Пообещал им привезти кислородные концентраторы. И не привез. А люди ждали. Сам обещальщик потом уже попросил прощения и сказал, что он хотел привезти. Но проблемы возникли на границе с Казахстаном. И у него не получилось. Приехал, забрал у нас 300 долларов. После этого как бы уже пропал. Но мы какое-то время с ним связывались. Он говорил, что концентратор уже прибыл. Там какой-то фильтр нужно будет поменять. Поэтому мы должны дать время. Вот так где-то через 3 дня он вообще пропал. 9 июля 2020 года мне необходим был кислородный концентратор для моего отца. Я нашел по объявлениям телефон Максата. Созвонился с ним. Он обещал поставить концентратор на следующий день. И попросил предоплату 400 долларов. Предоплату ему перевели на банковскую карточку. В дальнейшем он свое обещание по поставке концентратора не исполнил. И деньги не вернул. Я искренне извиняюсь у всех людей, которые пострадали от моих действий. То, что я подвел очень многих людей, я извиняюсь. Я полностью признаю свою вину. Я раскаиваюсь. Прошу простить меня. И еще немного на медицинскую тематику. Врач Элизар Токтоназаров, раньше работавший в национальном госпитале, активно боровшийся за права медиков в Кыргызстане, но все же принявший решение уехать, сообщил на своей сторонице об участившихся просьбах помочь с переездом в Россию. Медики утекают из Кыргызстана. Не спорю, раньше тоже было такое, но не такими же темпами. У меня участились просьбы от коллег-врачей проконсультировать и помочь советами, как эмигрировать. И в то же время мне пишут с регионов, прося помочь найти врачей туда. Потому что там реальный дефицит кадров. Раньше медики такими темпами не утекали. Что творится? Что творится? Вот что еще творится. Нескольким объектам Чуйской школы-интерната для сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, требуется капитальный ремонт. В особо ужасающем состоянии баня, сообщает 24КГ. Построили эту баню 64 года назад. И даже капитальным ремонтом тут не обойтись. Надо строить новую. Посмотрите, в каких условиях вынуждены мыться дети. Всего в интернате обучается 150 детей. Проектная стоимость новой бани оценивается в 1 300 000 сомов. Лесом интерната 0704 171 990. А теперь эпичное видео от ГУВД Production Studio. В Бишкеке задержан, находившийся в розыске, член ОПГ Камчик Альбаева, во дворен ВВС. Но вы посмотрите, какие кадры! И еще один мини-эпик-фильм. На сей раз уже от ГКНБ. Задержан старший инспектор госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Брал у строительных компаний деньги за выдачу положительного заключения госэкоэкспертизы, необходимой для возведения социальных и коммерческих объектов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, я ничего не имею против задержания. Молодцы, что работают. Но зачем это монтировать под такую эпичную музыку? Уж лучше бы с живыми интершумами. Хотя, может, это обусловлено какой-то там служебной необходимостью. Кто знает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорят, что понимают, всем сложно, но и им непросто. Из-за пандемии многие потеряли работу, не хватает средств на обслуживание транспорта. Все дорожает, а тарифы не менялись вот уже лет 8. Мэрия сказала – циц. Руководителям 7 фирм-перевозчиков были даны увыдомления со стороны Управления городского транспорта. В связи с тем, что если они приостановят деятельность микроавтобуса, то будут применены в рамках закона соответствующие меры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие меры? Ну, мы будем уже, насколько вам известно, лицензии. Лицензии выдают на осуществление данной деятельности Министерством транспорта и дорог в Роскарской Республике. Мы будем уже ходатайствовать в Министерство транспорта, дороги, чтобы отозвали лицензию на данную деятельность. Вопрос повышения тарифов мэрия рассматривать пока не готова. Но зато вот намерены убрать маршрутки из центра Бишкека, заменить их автобусами на электричестве или газе. Хочется мэрии 350 автобусов, но где и на какие их брать – большой вопрос. У нас в мэрии разработано 30 единиц маршрутов. Это те маршруты, которые на сегодняшний день были временно закрыты из-за нехватки подвижного состава, то есть автобусов. Эти маршруты на сегодняшний день мы не можем возобновить из-за того, что в городском бюджете недостаточно финансовых средств, не можем приобрести новые автобусы. Из-за чего мы на сегодняшний день данные 30 маршрутов через средства массовых информаций дали знать, что мэрия города Бишкек подготовила 30 маршрутов. В связи с чем мы обращаемся к нашим бизнесменам, инвесторам приобрести автобусы большеместные. Привилегия, конечно, будет на электроавтобусы первый, второй – это уже будет газомоторным двигателем автобусы. А теперь про скандал с назначением певицы Самары Каримовой на должность главы Ожского государственного музыкального училища. Ну, ее же уже назначали на эту должность где-то года два назад, что ли. Но незаконно, как тогда заявлял Азамат Джаманкулов, бывший тогда министром культуры. Потому что указ о ее назначении подписал статс-секретарь. А Самара Каримова взяла и подала в суд. Взяла и выиграла суд. И сегодня в училище прибыла милиция по обращению Самары Каримовой, чтобы обеспечить общественный порядок. Педагоги музыкального училища связались с министром культуры Нурджигитом Кадырбековым и сообщили ему, что выступают против кандидатуры Самары Каримовой. Он сказал, что Каримова поступила неправильно, заявив о своем возвращении заранее. И все. И как бы вот странно. Тут общественность тоже возмущается. Педагоги возмущаются. Говорят, да коли Минкульт будет относиться к ним вот так, неуважительно. Ведь у Каримовой нет соответствующего музыкального образования. Но раз уж суд так решил, то что может сделать целый министр, да? А вы как считаете? Пишите ваше мнение в комменты, подписывайтесь на наш телеграм-канал Апрель ТВ и будьте в курсе событий. Всем добра, пока!